А теперь поподробнее, какой шкалой пользуется практически весь мир. Ее предложил через 33 года после наворотов Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий в 1742 году. За ноль своей шкалы он взял температуру смеси воды и льда, а за 100 градусов температуру кипения воды. Таким образом, за 1 градус принимается сотая часть интервала между двумя крайними точками замерзанием и кипением воды. Эта шкала, конечно, более привычная для нас, чем непонятная шкала Фаренгейта. И чтобы американцы, приезжая в гости в другую страну, понимали, где тепло, а где холодно, им надо произвести несложные вычисления. Умножить непонятную им температуру на 2 и прибавить еще 30. И тогда они получат им понятные и любимые градусы Фаренгейта. Впрочем, они могут воспользоваться и другим способом подсчета. Поймав сверчка, подсчитав, сколько раз он прострокочет за 14 секунд и прибавив 40, можно узнать пресловутые градусы Фаренгейта. Субтитры создавал DimaTorzok